МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самоважные события, цифры и факты, которые запомнились нам на этой неделе. Истории, которые заставили призадуматься, и люди, которые были в центре внимания. Семь дней Кубани в программе «Постфактум». Я Елена Касабова. Мы начинаем. Здравствуйте. На низком старте России, считая дни до чемпионата мира, а сочинский стадион «Фишт» и тренировочные площадки прошли президентскую проверку, что сказал об увиденном и о планах нашей страны Владимир Путин. Мы хотим развивать не просто профессиональный футбол, а именно расширить детскую составляющую футбола. О чем еще говорили Владимир Путин с президентом ФИФА Джанни Инфантино, как выдавали главе государства паспорт болельщика и готовы ли другие футбольные арены для матча Мундиаля. Расскажем в нашем специальном материале из Сочи. Праздник весны и труда. Кубань отметила Первомай. С каким настроением вышли на митинг жители края. Первомай – это праздник общения с коллегами, со всеми взрослыми, с детьми. И вообще это праздничное хорошее настроение, особенно у нас на Кубани. Вспомним, какие были советские демонстрации на Первомай и узнаем, где прошло самое многочисленное шествие на праздники трудящихся. Съемочная группа программы «Постфактум» в праздник тоже шагала по краевой столице. Я бы в медики пошел, пусть меня научат. А в Краснодаре научат и еще как. В медицинском университете специально для этого оборудовали уникальную виртуальную клинику. Я и по работе рукоятки чувствую все ощущения, они настоящие. То есть так, как если бы это было и настоящая операция. Как будущие медики принимают роды, накладывают швы и ставят уколы. И помогает ли такой опыт на практике? Выслушаем мнение и студентов, и врачей. Робот, ты же был человеком. В Анапе теперь косят газонную траву автоматика. Как умное железо отобрало работу озеленителей и сколько просит за свой труд. И о персонах на этой неделе под прицелом наших камер оказались президент Кубанского технологического университета Владимир Лобанов, о себе и о вековом юбилее Политеха. Железнодорожники похвастаются новыми локомотивами и расскажут, по каким маршрутам они будут ездить, и поисковики, которые обнаружили под Абширонском уникальную находку времен Великой Отечественной. Прошедшая неделя была самой короткой в этом году. Поработали всего два дня. Причины – первомайские праздники. Вся страна отмечала День весны и труда. Наш регион – не исключение. Во всех кубанских городах и районах прошли праздничные митинги и шествия. Главные торжества, конечно, в краевой столице. В Краснодаре на улице вышли более 60 тысяч человек. Среди них была и съемочная группа программы «Постфактум». Из центра событий репортаж Маргарита Витясян. День весны и труда собрал сегодня здесь, в самом центре краевой столицы, тысячи человек. Это студенты, активисты и, собственно, сами трудящиеся. Но традиционно журналисты в такие дни работают, поэтому мы себя совершенно смело причисляем к числу трудящихся и подключаемся к колонне. Собираться на митинг люди начали с раннего утра. В итоге к 10.00 народу было столько, что колонна растянулась на несколько кварталов. Масштаб шесты особенно хорошо видно сверху. Огромное море людей с флагами, транспарантами и цветами. Это объединение, это настроение, это, я не знаю, это не передать эти чувства, это чувство с детства. Первое море – это праздник, общение с коллегами, со всеми взрослыми, с детьми. И вообще это праздничное хорошее настроение, особенно у нас на Кубани. Настроение хорошее, солнечное, погода здоровская, праздник замечательный, потому что этот праздник объединяет большое количество людей, причем людей разных поколений. В одном строю медики и учителя, дорожники и работники торговли, строители и пекари. Многие пришли на праздник с семьями и с детьми. Прививаем традиции, воспитываем любовь к родному городу, к родине нашей стране любимой. С праздником, любимый город. Это же традиция. Нас водили родители, мы водим теперь детей, внуков с собой. Ну, как традиция такая. Мне кажется, это очень хорошая традиция. Первый раз привели его, потому что это традиции. То есть 1 мая – это мир, май, труд. Сыновое отношение. Да, очень-очень доволен. Для него очень это хорошее впечатление. От театральной площади до Пушкинской маршрут традиционный. Погода сегодня на стороне трудящихся. На небе не облачко, тепло, солнечно и комфортно. На стороне задают и музыканты, они тоже вместе со всеми шагают в колонии. Возглавили колонну представители краевого власти. Вместе с горожанами по улице прошли глава региона Вениамин Кондратьев, председатель Кубанского парламента, депутаты, вице-губернаторы и мэр Краснодара. Под своими знаменами и флагами шагали и представители политических партий, профсоюзов, ветераны труда. Отдельной колонной прошли волонтеры, ведь 2018-й объявлен годом добровольцев. В небо молодые люди выпустили сотни символических голубей. Представители старшего поколения вспоминали, что в советское время праздник весны и труда имел политическую окраску. И масштабы, конечно, были всесоюзными. Трудовые коллективы готовились к торжеству неделями, соревновались за лучший транспарант. Советским парадом завидовал весь мир, а люди по-настоящему полюбили этот праздник. Из политического митинга он превратился в любимое народное торжество с неповторимой атмосферой праздника и радости. Во-первых, это воспоминания о прошлом и о том, что мы всегда встречались на 1 мая. Вместе шли дружно, отмечали песни, пели и радовались успехом в труде и отдыхе. Я радуюсь, что все-таки в жизни радость. И я вижу, что очень хорошая замена растет нашему поколению. Это воспоминания о детстве, о юности, как мы собирались, ходили на демонстрации. Было все весело, задорно было нас. И пели, ушли, и сейчас хотя бы это все повторилось. Сегодня, конечно, праздник приобрел новые черты, но про шагах вместе со всеми по центру краевой столицы честно признаемся, что не раз слышали привычный советский лозунг «Мир, труд, май». Сейчас уже другое время и новые люди, но несмотря на это, суть праздника остается прежним. Честовать труд, прославлять человека труда и отстаивать его права. Маргарита Аветисян, Дмитрий Ланин. Постфактум. От праздника трудящихся перейдем к празднику спортивному. Уже второй выпуск нашей программы. Мы говорим о подготовке к чемпионату мира по футболу. До Модиале чуть больше месяца, и вот на этой неделе в Сочи приехал президент России. Программа у Владимира Путина более чем насыщенная. Глава государства посетил центр выдачи паспортов болельщиков. Побывал на стадионе фишт и тренировочных площадках. Повстречался с президентом Фифаджани Инфантины. И провел заседание наблюдательного совета Оргкомитета Россия-2018. Как оценил президент Увидины и какими впечатлениями поделился Инфантином? Специальный репортаж из Сочи Александр Иванченко. Чем ближе к старту чемпионата мира, тем больше внимания. На прошлой неделе Сочи принимал делегации из 118 стран. Здесь прошла международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Позже губернатор Кубани провел заседание Краевого Оргкомитета по подготовке к Мундиалю и проинспектировал тренировочные площадки для спортсменов. И, собственно, сам стадион Фишт. И вот теперь наша главная арена для матчей сдает экзамен перед президентом. Стадион Фишт в Сочи был специально построен к Олимпиаде 2014. Именно здесь проходили церемонии открытия и закрытия. Чтобы принять чемпионат мира по футболу, арену практически полностью трансформировали. На это было выделено более 4 миллиардов рублей. Оценить масштаб реконструкции и гордость стадиона «Суперсовременный газон» смогли и гости. Глава края рассказал Владимиру Путину и Джане Инфантино, что под травой на глубине 2,5 метров были проложены сложнейшие системы дренажа, полива, подогрева и вентиляции. «Суперсовременный футбол, как вам понравится?» «Мы хотим развивать не просто профессиональный футбол, а именно расширить детскую составляющую футбола». После реконструкции лишь можно смещать 45 тысяч болельщиков. Для этого были построены две дополнительные трибуны. Также Вениамин Кондратьев рассказал Путину и Инфантино о системе безопасности, которая на стадионе соответствует мировым стандартам. Огромное значение было уделено безопасности. 178 двусмотровых рамок по всем входам стадиона установлены, и из них 49 рамок могут чётко работать как интероскопы. Современная система видеонаблюдения. Более 2000 видеокамер установлены на стадионе, и практически под наблюдением находятся каждый квадратный метр, как внутри стадиона, так и снаружи. Высочайшая степень безопасности стадиона. Владимир Путин и Джанни Инфантино побывали также в центре выдачи паспортов болельщиков и получили удостоверение, отдающее право посещать матчи чемпионата мира. Остальные вопросы подготовки к Мундиалю обсуждали уже на заседании Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Президент России попросил особое внимание уделить медицинскому обслуживанию во время чемпионата и транспортной инфраструктуре. Отдельно обратился к губернаторам регионов, где будут проходить матчи. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия – всё это забота регионов. В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причём имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, посещать, которые будут болельщики. Добавлю, что эта задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей. С региональными властями тут же вышли на прямую связь. Руководители субъектов доложили, как идут последние приготовления. С докладом выступил и министр спорта. Павел Колобков отметил, что все футбольные арены прошли проверку матчами. Согласно всем требованиям FIFA, до начала чемпионата на каждом стадионе должно быть проведено не менее трёх матчей. В связи с этим правительством был утверждён график проведения 27 тестовых матчей. К настоящему времени впервые на домашних аренах проведено 15 матчей с участием команд российских футбольных клубов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Российская Федерация в полном объёме выполняет взятые обязательства. В завершении Джани Инфантино в своём выступлении отметил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира. Уже сейчас на игры продано около 2,5 миллионов билетов. Откроет мундиаль матч России-Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит 14 июня. Александр Аванченко, Денис Перец, Постфактум. Сочи сейчас, безусловно, город-нюсмейкер, но тем не менее, за последние 7 дней на Кубани произошло ещё много чего интересного. Вот что попало под прицел наших камер. За 4 минуты обзор главных краевых событий. Поехали. В краевой столице прошла первая репетиция масштабного шествия, посвящённого Дню Победы. Провели её традиционно на театральной площади рано утром, чтобы не создавать пробки в центре города. В репетиции приняли участие более 2000 военных. Это моряки, лётчики, пехотинцы, казаки, кадеты и росгвардейцы. Для прохождения все выстраивались в так называемые коробки. Не только люди, но и боевая техника принимали участие в прогоне. 9 мая зрители увидят знаменитую бронемашину «Тайфун». Ракетные комплексы «Точка-У», «Игла» и «Искандер». Все они находятся сейчас на вооружении военных. На праздники покажут и раритетную технику времён Великой Отечественной. На этих машинах проедут ветераны. Роботы теперь работают на мэрию Анапы. В городе-курорте ровняют траву на лужайках автоматические газонокосилки. Называется такое умное устройство «Автомувер». Пока в штате необычных косильщиков числятся только двое. Это парочка симпатичных насекомых – майский жук и божья коровка. В будущем число их планируют увеличить. Работают устройства от экономного электрического аккумулятора, никаких паров бензина. И это существенный плюс для экологии. Роботы также оснащены системой GPS. С её помощью машина намечает трудовой фронт и рисует карту. А когда заряд заканчивается, сама едет подкрепляться энергией на базу. При этом «Автомуверы» не путают траву с цветами. Спасибо специальным датчикам и программному обеспечению. Работоспособность у необычных газонокосильщиков на зависть. За пару дней умная машина может обработать около пяти соток, а потом просто поддерживает красоту. В Абширонском районе поисковики обнаружили советский самолёт времён Великой Отечественной войны. Спустя 76 лет удалось раскрыть правду о гибели героев. Почти весь экипаж бомбардировщика Пе-2 Александра Галкина погиб в октябре 1942-го. При попытке поразить фашистские части, которые базировались в Хадыжинске. Этот самолёт любители истории не могли найти пять лет. Как оказалось неудивительно, добраться к месту падения советского борта без вездеходной техники невозможно. Хотя это всего в двух километрах от Абширонска. На месте взрыва поисковикам помогали казаки и местные жители. Работали лопатами, металлоискателем и даже эскаватором. Крупных частей самолёта найти не удалось. Почти всё растащили на металлолом ещё в послевоенные годы. Однако с глубины полутора метров удалось поднять небольшой по размеру кусок обшивки, который оказался бесценным артефактом. Все свои находки поисковики передадут в музей, а останки экипажа предлагают торжественно захоронить на мемориале вечного огня в Хадыжинске. В посёлке МКК станицы Брюховецкой открыли офис врача общей практики. Теперь у селян медицинская помощь, что называется, в шаговой доступности. Обратиться за ней смогут полторы тысячи селян. Сейчас людям не нужно ехать в районный центр, чтобы, например, сделать ЭКГ, проверить слух и зрение. Квалифицированный специалист будет принимать пациентов с 8 утра и до 3 часов дня, причём без выходных. Во врачебном офисе есть кабинеты приёма, дневной стационар, санитарные помещения и холл для пациентов. На строительство ушло больше 10 миллионов рублей. Его возвели за счёт краевого и местного бюджета. В Брюховецком районе это уже третий офис врача общей практики. По одному уже работают в селе Свободном и хуторе Красная Нива. Во Всероссийском детском центре Орлёнок открылась смена «Служу Отечеству». Её участниками стали более 850 ребят из всех 85 регионов России, а также представители Казахстана и Белоруссии. Подростки на три недели погрузятся в атмосферу армейской жизни и смогут почувствовать себя солдатами. Все эти дни ребята будут жить по уставу, носить форму, проходить огневую подготовку и ежедневно совершать марш-бросок. Также участники поборются за победу в игре «Орлёнок». Для школьников это будут своего рода военные учения. Впервые такую военно-патриотическую смену во Всероссийском детском центре провели три года назад. Тогда её участниками стали всего 300 ребят. Это ещё не все наши новости. Вот что будет во второй части выпуска. Сто лет жизнь только начинается. Университетская, крупнейший вуз Юга России, знаменитый политех готовится к вековому юбилею. С какими достижениями? Полная клиника. Как будущих медиков учат без отрыва от теории принимать роды, делать операции и накладывать швы? Получилось ли у корреспондента программы «Постфактум» оказать первую помощь? Поезд ушёл в Краснодар. Железнодорожное депо Краевой столицы пополнили 15 новых локомотивов. Расскажем, по каким маршрутам поедут паровозы. Сейчас идём на рекламу, а вы не переключайтесь. Впереди ещё много интересных тем. Спасибо, что остались с нами. Продолжаем. Кузницы кадров нашего края, знаменитый политех готовится отметить столетие. За вековую историю Кубанский государственный технологический университет накопил солидный научный и интеллектуальный потенциал. И вошёл в число ведущих инженерных вузов России. Вот посмотрите, каких выпускников дал университет Краю и стране. Нынешний министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, вице-губернатор Края Андрей Коробко, министр курортов и туризма Края Христофор Константиниди, исполняющий обязанности министра образования и науки региона Константин Федоренко, мэр Краевой столицы Евгений Первышов, глава города Сочи Анатолий Пахомов, руководитель региональной энергетической комиссии Сергей Милованов. И это малая часть тех, для кого КубГТУ стал альмаматор. Как сегодня встречает университет в своём столице, чем гордится и какие строит планы? Об этом мы поговорили с президентом вуза Владимиром Лобановым. Он сегодня главный герой нашей рубрики «Свои люди». Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Здравствуйте. Ну, вы, наверное, в этом вузе знаете каждое здание, каждую лабораторию, каждую тропинку. Вы правильно сказали. Наверное, каждый камеш и каждую травинку. Я сюда пришёл студентом. Я пришёл сюда студентом, я закончил этот университет, я закончил здесь аспирантуру. Я прошёл все ступеньки в этом университете, дослужился директора, сейчас президент этого университета. Всё здесь родное, всё здесь близкое, потому что вся жизнь связана с политехом. Моя супруга закончила политех, мои дети закончили политех, сын защитил здесь кандидатскую диссертацию. Мои внуки пойдут только в политех. А как так получилось, что вы выросли в семье врачей, но всё-таки выбрали другую специально, стали инженером? Вы знаете, у меня получилось интересно в жизни. Ну, естественно, куда хотят сына своего? Врачом. Я подал документы медицинские, тогда это был институт, медицинский институт Красной Армии. Подал документы, и вы знаете, у меня и мама, и папа врач, вот последний день подачи документов, я пришёл к отцу в поликлинику, я посмотрел на это всё, и вот я тогда 17-летним пацаном решил, что это не моё. Я перенёс документы политех и сюда поступил. В семье, наверное, год был траур. Вот год, а я не месяц. Родители не разговаривали. Да. И вы знаете, когда я зачнил докторскую, я пришёл к маме тогда уже на могилку, сказал, мама, ты хочешь, хотелось, чтобы я стал доктором? Я стал доктором, только доктором технических наук. Поэтому волю родителей я считаю, что я тоже выполнил, ну хотя бы в какой-то степени. Не только выполнил, но и добился больших успехов сегодня. Владимир Лобанов – президент КубГТУ, член Совета Российского Союза Ректоров, председатель Совета Ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея. Он готов часами рассказывать о любимом политехе, при этом всегда отмечая, что главная гордость вуза – это его люди. Самое основное, самый дорогой наш капитал – это, естественно, люди. Потому что люди создают, ну скажем, результат, люди создают вот этот имидж, люди трудятся. Причём, знаете, каждый делает каждый день свою, может быть, не всегда заметную работу, но он делает её достойным, он делает её честно, а вместе это даёт вот такой результат. А результаты налицом. Сегодня КубГТУ является одним из ведущих вузов Юга России. Университет стал лауреатом премии правительства в области качества. Надо отметить, что более чем за 20 лет существования этой награды её удостоились только 10 учебных заведений. Плюс ко всему, политех выиграл серьёзный конкурс на право создания на своей базе инжинирингового центра. Это единственный инжиниринговый центр в России, который занимается пищевым технологиями, пищевым машиностроением. Вообще, во всех вузах России таких центров 49. Вузов почти тысяча, а центров таких 49. То есть, я бы сказал так, высший пилотаж инженерного вуза. И вот здесь особая ценность заключается в том, что наши преподаватели, наши учёные вместе со студентами заняты реализацией идей по пищевым технологиям от начала проектирования до сдачи под ключи запуски реальных предприятий. Вот только в 2017 году 16 предприятий было спроектировано и 13 построены и запущены. То есть, это реальное производство, это реальное предприятие, которое работает не только у нас на Кубани, но вообще и в России. Это и Алтай, и центральная часть России, и там северная часть, Калининград. Это вот всё разработки наших студентов и наших учёных. Вообще, стоит отметить, что учиться в политехе мечтают многие. Об этом говорит высокий конкурс и тысячи студентов, которые ежегодно штурмуют вуз. Педагоги здесь умело совмещают теорию и практику, а студенты, говорит Владимир Лобанов, выходят отсюда в безлишней скромности готовыми специалистами. Я всегда повторяю и говорил, мы не гонимся за количеством. Даже студенты, которые коммерческие, сверхконтрольных цифр, к нам поступают по конкурсу. Наша основная задача подготовить качественного специалиста, который будет востребован на рынке труда, который будет трудоустроен, который будет получать достойную заработную плату. И, кстати, вот результаты мониторинга эффективности вузов, которые проводит Министерство образования и науки Российской Федерации, я подчёркиваю, это не наши данные, а данные Министерства. Самый высокий процент трудоустроенных выпускников – это у нас 86%, в среднем 70% по России, по югу России. Значит, и самая высокая заработная плата у наших выпускников. Достижения у университета не только научные, но и спортивные есть. А такому стадиону, спорткомплексу и тренировочным базам позавидует любой вуз. У нас есть волейбольная команда, причём мы длительное время являлись фарм-клубом нашего волейбольного «Динамо» – профессиональной команды. Значит, сейчас у нас очень активно пропагандируется, играет прекрасная наша команда по регби. В связи с тем, что я большой любитель баскетбола, у нас две наших, мужская и женская, баскетбольные команды. В том числе мы занимали, ну скажем, очень высокие места в России. По версии Ассоциации студенческого баскетбола в четвёрку ведущих вузов ходили. Свою любовь к баскетболу президент политеха демонстрирует и нам. Деловой костюм Владимиру Лобанову не помеха, в кольцо попадает с первого раза. Вообще жизнь в политехии кипит. В день наших съёмок на базе вуза проходили сразу несколько краевых и всероссийских соревнований. А последние несколько лет КубГТУ и вовсе является площадкой для проведения стартап-тура, организованного фондом «Сколково». Именно наш университет три года подряд они выбирают. И другого вуза они на сегодня себе не мыслят. То есть мы по-прежнему молоды. И вот посмотрите, сколько людей в кулуарах сейчас, сколько идёт мастер-классов. Ещё раз говорю, самое главное – вот это общение и подведение вот этих итогов. И здесь молодые наши учёные находят своих потенциальных инвесторов, которые эти разработки покупают, тиражируют, внедряют и нереально работают в экономике страны. Вы сами каким видите будущее политеха? Будущее? Я вижу его светлым. Я вижу, что это инновационный вуз, развивающийся вуз. Я вижу, что здесь много прекрасных абитуриентов, много хороших студентов, много выпускников. Здесь работают ведущие учёные со всего мира. И наши выпускники, будущие лауреаты Нобелевской премии, востребованы во всех уголках нашего земного шара. Впрочем, своими достижениями сегодня может гордиться не только политех. Вот, к примеру, в медицинском университете тоже есть чем похвастаться. В главной кузнице врачебных кадров работает уникальная виртуальная клиника. Более 50 современных роботов-тренажёров помогают будущим медикам постигать азы профессии. На манекенах студенты учатся ставить уколы, накладывать швы и даже принимать роды. Дает ли результаты такая суперсовременная подготовка специалистов и к какому эффекту приводит на практике? На каком уровне сегодня кубанская медицина, Инна Чайка расскажет и даже покажет. Первое, что видят эти малыши, не мамина улыбка или цветная погремушка. Изоляционный блок, вокруг стерильная обстановка и люди в белых халатах. Таких детей врачи называют профессиональным термином «ребёнок с экстремально низким весом». Это новорождённые от 500 до 1000 граммов. Страшно представить, но каждый из таких малышей может поместиться на одной ладони. Они просто очень сильно торопились попасть на свет. Так два месяца назад мальчик Семён спешил к своей маме. Викторию Шпека из Денского района сразу направили в Краснодар, в перинатальный центр детской краевой больницы. Преждевременные роды и страшные цифры на весах. Всего один килограмм. Семён родился 4 марта с весом килограмм. Приняли нас, можно сказать, с распростёртыми объятиями. И благодаря персоналу, квалифицированной работе персонала, мы сегодня вот такие красивые, счастливые, а самое главное здоровые, отправляемся домой. Спасённых детей с каждым годом на Кубани становится всё больше. Старый принцип естественного отбора, когда выживает лишь сильнейший, уже не работает. В 2017-м смертность среди новорождённых в регионе удалось снизить до исторического минимума. Меньше четырёх случаев на тысячу детей. В среднем по России этот показатель больше пяти. Причина не только профессионализм врачей, но и постоянное обновление медицинского оборудования. В перинатальном центре краевой детской больницы, к примеру, научились спасать сразу несколько жизней за раз. Двойня в утробе матери часто развивается по-разному. Один малыш забирает всё питание, другой попросту не растёт из-за того, что они находятся в одной плаценте. Иначе, чем чудом, работу врачей в таком случае не назовёшь. Они входят оптическим прибором в полость матки, достигают плаценты. И специальным лазером хирургическим пережигают сосуды, которые соединяют таких детей. И получается так, что из одной плаценты получается две абсолютно разные. Дети автономно живут. Движения чёткие и быстрые, каждый миллиметр на счету. Чтобы работать с ювелирной точностью, нужны долгие годы тренировок. Так было раньше. Сейчас в главной кузнице лекарей на Кубани готовят специалистов, которые уже всё умеют. В Кубанском государственном медицинском университете работает Центр практических навыков. Студенты с первого по шестой курс постоянно занимаются на тренажёрах. В каждом из них заложено несколько сценариев болезни. И здесь, как в фильме, все условия максимально приближены к реальным. На манекенах можно изучить состояние желудка и кишечника. Студенты вводят в ротовую полость ручной монитор и рассматривают внутренние органы через экран. На соседнем тренажёре можно удалить желчный пузырь или опухоль в компьютерной программе. Мы можем представить, что это брюшная полость, три отверстия, два под инструменты и один под камеру. Внизу у меня педаль, чтобы я могла делать прижигание. То есть путём прижигания мы выделяем орган. Я чувствую сопротивление. То есть если я сейчас в виде тяну на себе орган, то я и по работе рукоятки чувствую все ощущения, они настоящие. То есть так, как если бы это было при настоящей операции. В другом кабинете молодые врачи учатся прямому попаданию в вену. Специальный тренажёр даже может имитировать кровоизлияние. В отделении напротив в это время на свет появился пластмассовый ребёнок. Как правильно его принять? Учатся молодые акушерки. Кипит жизнь и в реанимации. Здесь всё как в настоящем специальном помещении. Расположение коек, медицинское оборудование и те же непредвиденные ситуации. Во время съёмок этого сюжета один из пациентов, 27-летний мужчина, Нил, потерял сознание. В первую очередь нужно убедиться, дышит ли пациент, сознание ли он. Для этого кладём одну руку на его лоб, два пальца под нижнюю челюсть. Слушаем, есть ли дыхание, в это время смотрим на грудную клетку, поднимается она или нет. Если понимаем, что пациент без сознания, он не дышит, делаем непрямой массаж сердца. Так нужно сделать примерно 30 раз. Зовём на помощь. И в реанимации можно здесь отработать любые действия, в том числе работу дефибриллятора. Все должны отойти даже от манекена. На специально заготовленные на манекене кнопки накладываем утюжки. Готов к дефибриллятору. Пульс восстановился. Пациент живой. Такие ситуации штатные для студентов в ВУЗа. Только в прошлом году медуниверситет выпустил больше 700 человек. А в конце этого учебного года молодых врачей станет больше ещё на тысячу. И многих уже ждут рабочие места. Очень они востребованы не только в нашем регионе, а также выезжают они для продолжения дальнейшего обучения. Это Санкт-Петербург, головные ВУЗы, Москва. Поэтому я считаю, что специалисты, которые выходят из стен Кубанского государственного университета, они, в общем-то, будут достойной смены нашему практическому здравоохранению. Именно к кубанским специалистам едут со всей России и даже из соседних стран. Наши хирурги подбираются к таким опухолям, за которые боятся браться зарубежные врачи. Тысячи спасённых жизней и миллионы их благодарных родственников. За последний год уровень смертности среди больных туберкулёзом снизился на четверть. На 7% меньше людей стало умирать от пороков сердца. Заметно улучшили показатели, открытые практически в каждом селе кабинеты врачей общей практики. Теперь болезни можно предупреждать, а не бороться с их последствиями. Это стратегия развития здравоохранения нашего региона. Инна Чайко, Андрей Пащенко, Артём Лычко и Дмитрий Ланин. Постфактум. Хорошими новостями делятся и железнодорожники. 15 новых локомотивов поступили на Северокавказскую железную дорогу. Все тепловозы направлены в эксплуатационное депо Краснодара. Один такой локомотив может перевозить около 60-70 вагонов с грузом. Из Краснодара эти машины повезут товары в сторону Тамани. Тепловозы новой серии приходят на смену устаревшим составам. И будут служить не менее 45 лет. Таков ресурс, заложенный заводом-изготовителем. На 90% локомотивы состоят из российских комплектующих. Собирают их в Брянске, а дизельные двигатели в Коломне. Электротяга, она очень тоже перспективно развивается. И такие вот скоростные электропоезда. Тепловоз тянет. Электровоз везет, будем так говорить. Там скорость, 10 тяга. До конца года из Брянска должны поставить еще 10 таких тепловозов. В следующем году, когда откроется железнодорожная часть Крымского моста, поезда отправятся туда. Новые современные локомотивы стали более комфортными. В Кобиде машинисты есть кондиционер, микроволновка и холодильник. Такие же тепловозы только другой серии будут возить по югу России, в том числе и жители Кубани. И вот еще о чем хочу сказать. Это, конечно, о главной новости следующей недели, но готовимся уже сейчас. В Краснодарском крае в шестой раз проведут патриотическую акцию «Бессмертный полк». Наш канал будет транслировать ее в прямом эфире. Сотни тысяч кубанцев готовятся пройти единым строем в память о предках героев. Масштабную акцию проведут традиционно 9 мая после Парада Победы, который, кстати, наш телеканал покажет в прямом эфире. Кубань-24 будет вести трансляции со всех площадок Большого праздника. И напоминаю, что все новости края и программу постфакта вы можете найти на нашем сайте kuban24.tv и на нашем YouTube-канале. Вот такой была эта очень короткая рабочая неделя. Завершить нашу программу хочу еще одной цифры и события. Легендарный худрук Мариинского театра Валерий Гергеев отпраздновал свое 65-летие. Отметил, как обычно, на работе. Сейчас маэстро гастролирует по стране с программой своего пасхального фестиваля. Кубанские города, к сожалению, в нее не попали, но я все равно предлагаю вам послушать прекрасный отрывок одного из концертов симфонического оркестра Мариинки. Наслаждайтесь, я с вами прощаюсь. До следующей субботы. 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 Суббота. Продолжение следует...